Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вместе будем делать пятнат или деревенское шампанское. Сначала поговорим, что это такое. Пятнат является самым, скажем так, древним, самым первым игристым вином. Когда был поздний сбор винограда, его ставили на брожение, приходили холода, брожение останавливалось. Вино, думаю, что уже все выбродило, разливали в бутылки. А потом весное брожение возобновлялось и получался игристый напиток. И, в принципе, во всем русскоязычном интернете вы встретите, что пятнат это вот такой вот недоброд, залитый в бутылку, который в бутылке дображивает. Но на самом деле, если почитать англоязычный интернет, то там немножко все по-другому. И чем отличается глобально шампанское от пятната, это тем, что в шампанское мы берем уже готовый выбродивший материал и добавляем дрожжевую разводку с сахаром. То есть мы добавляем сахар. В пятнатах мы ничего не добавляем. То есть мы точно так же можем осветлять, мы точно так же можем работать с осадками. Но сахар не добавляется. То есть принципиально отличие пятнат дает гасирование на своих сахарах. Что еще хочется сказать? В этом видео результата того, чего у меня получилось, не будет. Объясняю почему. То есть я это делаю первый раз. Я сейчас вам рассказываю ту теорию, какую я знаю, и расскажу, как я это буду делать. Дело в том, что минимум нам надо будет месяц, чтобы все побродило. И если я через месяц вам это покажу, многих из вас уже ваши сусла выбродят. И вы сможете попробовать всю эту штуку только в следующем сезоне. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете сейчас это начать делать со мной. Ну, либо посмотреть потом, что получится, и сделать в следующем сезоне. Ну, вот так у вас будет несколько больше выборов. Значит, что нам надо? Нам надо недобродевшее сусло. И основной вопрос, на каком уровне сахара оно нам нужно. Тоже читала, что там, ай, любое, хоть как. Ну, мы понимаем, что в зависимости от уровня сахара, который там остался, у нас и будет количество пузырьков. То есть, если мы оставим совсем чуть-чуть, то это 15 наш, игристое вино, оно получится совсем легкое, игристое. Если мы оставим сахара больше, то и давление будет больше, пузырьков будет больше. Значит, что я нашла? 4 грамма сахара создают давление в 1 бар. Для 15 хорошо, чтобы было давление в 2,5 бара. Но, если мы вспомним технологию классическую шампанских вин, там еще есть работа с осадком. То есть, когда у нас прошло брожение в бутылке, там же тоже дрожжи выпадают от осадок. Вот этот осадок сгоняется на горлышко, мы его удаляем и доливаем. Так вот, если мы планируем сделать вот такую процедуру, удалить осадок и удалить каким-то другим вином, значит, у нас давление, ну, есть смысл сделать больше, потому что пойдет разбавление. Еще тоже то, что я читала, значит, поскольку сусло бродящее, там есть определенное количество растворенного углекислого газа. И оно нам создаст давление в 1 бар. Итого, 1 бар у нас есть, и 4 грамма сахара дают давление в 1 бар. Если мы хотим получить давление в 2,5 бара, значит, нам надо, чтобы осталось 6 грамм сахара. Если мы хотим сделать давление больше, допустим, где-то 3,5, значит, тогда у нас сахар должно быть на уровне 10. То есть, это расчеты, это математика. И это вы делаете сами. Я вам рассказала, что, ну, как бы классическое, это 2,5 бара для 15. Но если мы хотим потом что-то удалять, осадки, значит, есть смысл сделать больше. Можете начинать пробовать с меньшего, а дальше уже в следующем сезоне, например, сделать по-другому. Я еще внизу под видео все эти цифры пропишу, потому что не всегда на слух они хорошо воспринимаются. Теперь наша задача померить этот самый сахар. И вот это самое сложное. Потому что, мы помним, у нас есть чудо-прибор рефрактометр. Но померить им точная цифра достаточно сложно. Помните, я говорила, что остаток 4, это могут быть неизбраживаемые сахара. Это может быть погрешность, которая дается спиртом. Я, кстати, нашла табличку для вин небольшой, которая говорит, сколько Брикс показывает, и сколько в это время у нас может быть сахара. Так вот, если мой рефрактометр показывает 9 Брикс, если изначально у меня было 20, а у меня так и было, то сахара у меня осталось 6. То есть для меня вполне достаточно. 4 это 1 бар, плюс еще 2 это половинка. Итого я получаю давление 1,5 бара. Так. И помним, что еще один мы принимаем, что у нас он в сусле. Итого получаю нужное мне давление в 2,5 бара. То есть у меня все идеально складывается. Табличку под видео с вот этими расчетами погрешностей я вам тоже оставлю. Но с ориометром здесь может быть проще. Ориометр может в данном случае остаточный этот сахар померить точнее. Цифры я вам назвала. Итак, с сахаром мы разобрались. Но наше бродящее сусло, оно мутное. Смотрите, я буду использовать вот это вот сусло. Вам темновато, уже сегодня очень пасмурный день, поэтому я использую искусственное освещение. И немножко не так вам видно. Цвет оранжевато-розоватый. Как, например, грейпфрутовый сок. Вот это цвет грейпфрутового сока. И для пятнатов абсолютно нормально, чтобы напиток получался мутным. Это не классическое шампанское, которое должно быть идеально-идеально таким. Вот. Оно может быть мутным. Это, можно сказать, стандарт. Но, смотрите, сусло совсем свеженькое, бродящее. И, помню, мы можем осадок удалять, можем не удалять. Соответственно, как бы, если вот оно такое сильное-сильно мутное, то осадков в бутылке потом может быть слишком много. Это раз. Второе. У меня сусло красивое по цвету. Допустим, вы берете сусло из светлого винограда. Оно иногда бывает не очень красивое по цвету в процессе. Оно может быть такое вот, как окисленный яблочный сок, такое коричневое. Ну, неприятное. И в дальнейшем такой напиток будет не совсем приятно пить. Поэтому, при желании, сусло можно осветлить. И это, кстати, опять же, в англоязычном интернете для пикнатов это нормально принято. Их осветляют. Чем осветлить? Можно попробовать с бентонитом. Но с бентонитом я не знаю дозировок, говорю честно. Я работаю с желатином. Мне так проще. Я пошла в магазин, купила желатин. Все, я с ним работаю. И здесь тоже не будет четких рецептов. Здесь не будет четких цифр. Потому что каждое сусло, в зависимости от цвета, в зависимости от состояния, требует свою дозу желатина. И какую бы дозу ни использовала я, если вам я ее назову, не факт, что она сработает у вас. Для вас это может быть либо слишком мало, либо слишком много. Рекомендация. Отливаете пол-литра и пробуйте на этих пол-литрах. Да, я много раз вам говорила о том, что осветление с желатином очень классно работает. На красных суслах вообще мгновенно. На светлых суслах работает плохо. Проверено. Вот на таких совсем молодых. Да, не до идеально кристального прозрачного. Но частично вы осадите крупные частички. И это будет заметно. И это будет заметно буквально за час-два. Значит, вы разводите желатин. Один к десяти. И подбираете дозу. Для вот этого моего сусла сейчас я добавила, получилось 0,4 грамма на пол-литра. То есть, если бы это было на 10 литров, это было бы 8 грамм желатина. Отдельно еще будет как-нибудь ролик по осветлению с желатином. Но там я уже буду ждать результата. То есть, сейчас я просто вам говорю, что желатин разводим, если берем желатин 1 к 10. И дальше, исходя из такой, скажем так, первоначальной дозировки, 1 грамм на 10 литров. То есть, если мы развели 1 к 10 желатин водой так, то 1 миллилитр будет на 1 литр. Это равносильная доза 1 грамм на 10 литров. И смотрим, пошел эффект, либо не пошел. Маловато, добавляем. Маловато, еще добавляем. Что вы должны увидеть? Вот оно было однородным, а тут начинают летать хлопья. Летать, 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 летать и осаждаться. Вот смотрите, прошел, я покажу поближе. Вот уже видно, прошло где-то 30 минут, вот пошел осадочек. Уже моя сусилка стала светлее. То есть, понимаете, вот с пол-литра у меня получился вот этот осадок, а он будет еще. А так он бы остался у меня в бутылке. Поэтому, как рекомендация, все-таки немножечко сусло осветлить. Но, повторяю еще раз, берем маленький объем, пол-литра, 250 миллилитров, то, что вам удобно рассчитать. На нем пробуем, видим результат и тогда применяем ко всему суслу. Если надо там, ну, за день ваше сусло, оно сильно не сбродит, но его в прохладное место. И, конечно, перед тем, как осветлять, мы снимаем сусло с осадка. Не открытая переливка, нет, только через трубочку мы с осадка сняли. Дальше осветлили и уже только после этого заливаем в бутылки. На осветление я вам рекомендую вот на эту первоначальную оклейку отвести хотя бы сутки. Чтобы оно там нормально выпало, потому что, да, много чего видится мгновенно, но кое-чего может еще не завершиться. Понятно, что полное осветление, оно длится гораздо дольше. Но сутки дайте, поставьте в прохладное место, максимально прохладное. Можно даже поставить и в холодильник, ну, если посуда позволяет, если там есть место. Смотрите, прошел где-то час, чуть больше после того, как я добавила желатин. Вот показываю разницу. Ну, видно в цвете, да, немножко тут лампа холодный свет, она искажает, но, тем не менее, разница в цвете видна и очевидна. Дальше, смотрите, в пол-литровой баночке у нас выпала осадка, вот он почти на сантиметр, пол-литровый, а он бы у нас выпал в бутылке, что нам не совсем. Да, мы не будем давать это до прозрачности. Пятна-то допускают, что будет немножко мутновато, но немножко мутновато и мутное, это две большие разницы. Вот смотрите, в контре ставлю. Тоже разница видна и очевидна, мне кажется, да, что все-таки осветленная сусилка гораздо приятнее выглядит. Прошла ночь. Смотрите, вот это вот первая пробная сусилка, ну, там еще последняя я сливала с осадка. Вот, видите, осадок стал плотнее. И вот это основное сусло тоже выпал еще осадок, а так бы он у нас выпал в бутылке. Полного осветления у нас не будет сусло бродящее. Теперь мы снимаем все это с осадка и разливаем по бутылкам. Готово, сосадка слита, и теперь можно разливать по бутылкам. Ну, смотрите, еще какой момент. Мы осветляли, значит, мы унесли часть питательных веществ и часть дрожжей. Часть осталась, в принципе, они медленно бродить будут, но при желании можно внести еще немножечко дрожжевой закваски, если она у вас была. Но если хотите, можно культурное дрожжи вносить. По дозировкам там я вам не подскажу, потому что я с ними не работаю. Я сейчас, ну, в принципе, я знаю, что в этом году у меня вообще дикие дрожжи бродят. Можно сказать, как дикие, очень стабильно, очень хорошо. Но на всякий случай у меня есть вот такая закваска. Я ее ставила на высокосахаристом сусли специально. Вот оно еще бродит, то есть все еще в активной стадии. И я буквально 2-3 столовых ложки, вот самое такое жиденькое, процежу и добавлю. Ну, так, для надежности. Но делать этого не обязательно. Все равно все будет бродить. И заливаю в бутылки, какие есть. У меня есть вот, мне достались такие чудесные бутылки. Они маленькие, 0,33 с пробочкой. Бутылки пивные. Такие же есть на пол-литра. Наверное, можно их купить. Мне кажется, они есть в продаже. Но мне достались, поэтому что есть, в то и заливаю. Все готово и розлито. Ну, видите, я еще добавила еще одну бутылку. Сделала это специально. Во-первых, я хочу посмотреть. Ну, обычная винтовая пробка, да. Вот так поставим. Мне будет проще через белое стекло смотреть, что происходит. И посмотреть, подходят ли такие винтовые пробки. Потому что, ну, классно, да, когда есть такие бутылки. Но их может и не быть. Поскольку бутылки из-под пива, бутылки небольшого объема, то все давления, они должны выдержать. Я смотрела по пиву, по-моему, там около 4 бар может быть давление. Может, ошибаюсь, но должно все выдерживать. Потому что нам важно, что? Чтобы бутылка выдержала давление. Как еще делают в обычной бутылке? Закрывают кронин пробкой. Это та пробка, которую мы видим на обычных стеклянных бутылках пива, на обычных стеклянных бутылках с напитком. Но надо сама пробка, надо приспособление. Поэтому я пользуюсь тем, чем есть. И пробую вот такую штуку. Но как будет работать эта штука, я не знаю. То есть это эксперимент. Вот и здесь, вот в этих бутылочках, я думаю, что все будет нормально. Наливала вот до этого пояска. Все, теперь мы ставим эту красоту на брожение. Идеальная температура порядка 10 градусов. Ну вот как раз сейчас прохладно. Я оставляю на даче, на веранде. Я думаю, что как раз будет хорошо. Минимум месяц оно должно бродить. Может быть больше, будем смотреть. Посмотрим по этой бутылке, как там осадок будет выпадать. Не выпадать, не выпадать и так далее. Но минимум месяц мы вообще про эту штуку забываем. В принципе, сейчас октябрь. К новому году, по идее, мы должны получить хороший игристый продукт. Но я думаю, что попробуем чего-то раньше. Посмотрим, что из этого всего получилось. Конечно, результат я вам обязательно покажу. Что у меня вышло в итоге. Вы можете дождаться, посмотреть, что у меня вышло. И попробовать в следующий сезон. Можете попробовать сейчас, если хотите. Как раз вот, говорю, что к новому году получим игристый напиток. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения. Задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Мои контакты. И те расчеты, про которые я вам говорила, в текстовом виде там тоже будут. И до новых встреч!